Когда-то река Ушаковка была очень чистой. Здесь стояли купальни и купались, кто бы вы думали, купались благородные девицы, воспитанницы Иркутского девичьего института. Сегодня мы рассказываем о предместье Рабочее. Вне всякого сомнения, главный объект предместья Рабочее это, конечно же, величественная Казанская церковь. Она оставалась таковым объектом даже тогда, когда не действовала. И в ней поочередно находились то курсы киномехаников, то завод «Сибирский сувенир». И тем не менее история у храма очень богатая и начинается много раньше. Он был построен в 1885-1892 годах, а деньги на строительство собрал Александр Михайлович Сибиряков, известный иркутский купец. С первых лет своего существования Казанская церковь славилась богатыми интерьерами. Красивые иконостасы сделал цеховой Каратаев, а купол изнутри расписал художник Зязин. А еще здесь были одаренные звонари. И настолько красивые были звоны, что даже они воспитали будущего музыканта. Когда уже стали реставрировать церковь, старый иркутянин Всеволод Чусов вспомнил следующий эпизод. Когда он был маленьким, он очень боялся звонов, потому что они были очень громкие и внушительные. И просил маму, а давай обойдем церковь стороной. А потом стал подниматься по праздникам на колокольню, когда давали позвонить. Так появилась любовь к музыке. И со временем он стал профессиональным музыкантом. Причем играл и в оркестре народных инструментов, как дамрист, и в симфоническом оркестре, как габаист. Стадион «Динамо» также культовое место в рабочем. Его иркутяне знают хорошо. Но сегодня уже немногие знают, что такое в сущности «Динамо». А «Динамо» так называлось спортивное общество, которое было создано при участии Феликса Дзержинского и курировалось столь грозной структурой, как НКВД. Но многие спортсмены вспоминают с благодарностью этих кураторов. И вот в Иркутске, как и в других городах страны, появился в 1934 году стадион с таким названием. Открывали стадион торжественно. Всю процедуру курировал Иван Зирнис, известный чекист, который потом продолжал свой путь уже в Москве. К сожалению, окончил очень плохо его, потому что в 1939 году был расстрелян. Но вот под его руководством стадион очень красочно оформили. И у меня в руках мини-открыточка 1930-х годов, стадион «Динамо» в его тогдашнем оформлении. И вот здесь, если приглядеться, мы видим фразу «Да здравствует лучший друг физкультурников, товарищ Сталин». Здание по адресу баррикад 54-11 – это остаток от дачи Иркутского девичьего института, построенной в конце 19 века. Сюда летом отправлялись те, кто учился в институте. Их называли институтками. Одна из них уже в глубокой старости, ее звали Ангелина Викторовна Богодарова, оставила следующие воспоминания. Летом институтки отдыхали на даче. Она находилась в нынешнем рабочем предместе на берегу реки Ушаковки, близ Казанской церкви. Здесь был сад, качели, мы играли в крокет на специальной площадке, были спортивные сооружения, гигантские шаги, а на берегу реки – купальни. Вообще Ушаковка в то время была красивая и чистая речка. Вот такие поистине разнообразные три странички истории одного из старейших районов нашего города. До новых встреч! Ставьте лайки, подписывайтесь на наши аккаунты.